Шанс. Там-де-ты. Слот-Сити. Я не говорил, что мне не нравится. Почему? Ну, вы все говорили, Одессу не трогайте. Ну, без Одессы мне все нравится. Не будет? Так вам теперь все понравится, Одесса не будет. Отстроим заново. А какие варианты? Это не блеф. Вариантов, увы, кажется, больше нет. Лучше Львов. И все прекратится. И Львов обязательно. Тогда все остальное не надо будет трогать. Мы сожжем вашу Конституцию, б***ь, прямо на крещатике. Перебьем переход, все остальное трогать не надо. Завершил, да, Игорь, как хорошо шел, а тут раз тебе в конце. Да, опять Одесса, как вам-то Одесса-то покоя не дают, Владимир Владимирович. Смыть все грехи надо, Одессе. Вода Черного моря, поднятая наверх посидоном с неядерным зарядом, смоет все грехи с Одессы. Одесса торговый город, там живут деловые люди. Вот пусть деловые люди тонут. Все, все? Все. Тонуть! Всем тонуть! Прямо, б***ь, на Майдане незалежности. Осталась неделика, все. Стратегический ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. Тот самый «Сармат», которому российская пропаганда угрожала европейским странам. Разработка ракеты велась с 2011 года. О том, что это за комплекс, и есть ли угроза его применения, разбиралась Мария Александрова. Испытание нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат». Проекту межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» в этом году исполнилось 12 лет. Разработка ракеты велась с 2011 года и затянулась. Она должна была завершиться еще пару лет назад. Впервые Путин анонсировал «Сармат» в своем послании Федеральному собранию в 2018 году. Тогда же он показал всем присутствующим занимательный мультик с ракетой в главной роли. Это обход рубежей обороны, показываем. Поскольку дальность неограниченная, она может как угодно долго маневрировать. По задумке «Сармат» должен прийти на замену старому ракетному арсеналу. Как утверждают разработчики, ракета может нести от 10 до 15 ядерных боеголовок и преодолевать до 18 тысяч километров. «В России нужно заменить старые ракеты, которые еще украинского производства, на РС-36. Собственно говоря, тяжелые ракеты, которые были унаследованы от Советского Союза, были произведены в то время. Все гарантийные сроки уже давно истекли». Первый и единственный успешный испытательный пуск «Сармата» прошел спустя два месяца после начала полномасштабного вторжения. С тех пор началось серийное производство. Второе испытание Россия провела в феврале этого года. Вышло неудачно. Пуск проводился на фоне визита президента США Джо Байдена в Киев. Несмотря на провал, «Сармат» превратился в пропагандистское орудие. С экранов телевизоров ведущий Дмитрий Киселев с нескрываемым удовольствием рассказывал, как ракета погрузит Великобританию на дно. «Зачем грозить ядерным оружием бескрайней России, сидя на, в общем-то, маленьком острове? Остров столь мал, что лишь одной ракеты «Сармат» достаточно, чтобы его утопить раз и навсегда. Все уже подсчитано». В патриотическом искусстве тоже нашлось место для баллистической ракеты. Ждет команды «Могучий заряд» поразить неприятеля Норы. Собирается русский «Сармат». Спел давний сторонник Владимира Путина, военный певец и депутат Денис Майданов. Постановка на боевое дежурство не стала неожиданностью. Про то, что «Сармат» вот-вот поступит на вооружение, Путин объявлял еще в июне. В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Сколько Россия создала таких ракет, неизвестно. Данные засекречены. По оценке военного эксперта, их может быть около двух десятков. При этом саму процедуру с боевым дежурством эксперт считает ожидаемой. Вся история с постановкой на боевое дежурство «Сармата» – это достаточно рутинная работа. Ничего здесь такого не происходит. Собственно, это просто означает, что эта ракета подключена к системам управления. И при необходимости в случае поступления команды может быть запущена. Удивляться, собственно говоря, нечему. Но это просто, так сказать, обычная такая повседневная ситуация. Окончание достаточно длительной программы. Ну а США впервые отправят в Украину снаряды с обедненным ураном уже на следующей неделе. Об этом сообщило информационное агентство Reuters. Эти снаряды могут более эффективно пробивать броню на российских танках и станут частью нового пакета военной помощи Украине. Боеприпасы будут предоставлены непосредственно из запасов армии США, пишет Reuters. Издание отмечает, несмотря на то, что Британия сообщила об отправке снарядов с обедненным ураном в Украину раньше, это будет первая американская поставка и, вероятно, она вызовет споры. Как пример у решения администрации Байдена предоставить Украине кассетные боеприпасы. Движущей силой украинского контрнаступления выступают сотни небольших штурмовых бригад, зачастую в составе 8-10 человек. Об этом пишет издание The New York Times. У каждой из групп есть свои узкие задачи, например, атака траншей, полосы деревьев или дома. Это трудный способ вести войну. Деревня за деревней, дом за домом, без гарантии успеха. Однако захваченные, уцелевшие российские укрепления служат украинцам базой для планирования своего следующего шага. Также, по мнению американских журналистов, российская армия начала применять новую тактику. Военные силы России заливают минные поля горючим веществом, а при появлении на них групп по разминированию сбрасывают с беспилотников гранаты, тем самым вызывая море огня и взрывов. Россия предпринимает и другие попытки сдерживания украинского контрнаступления. Институт изучения войны пишет, что в СРФ прибросили резервную 25-ю общевойсковую армию на юг Украины. Следственный комитет России до сих пор не озвучил причину крушения самолета Евгения Пригожина. Тем временем телеграм-канал ВЧК ОГПУ со ссылкой на свои источники рассказал о том, как развивались события сразу после падения самолета главы частной военной компании «Вагнер». По данным телеграм-канала, глава Росавиации, узнав об авиакатастрофе в Тверской области, начал обзванивать своих подчиненных. Вопрос был один – находился ли Пригожин на борту. После того, как удалось выяснить, что Пригожин вылетел из Москвы, Росавиация опубликовала состав пассажиров, потерпевшего крушение самолета. Как сообщает ВЧК ОГПУ, прибывшие на место падения члены комиссии по расследованию инцидента, отметили, что фюзеляж лежал на земле целиком, а другие части самолета отделились за несколько километров от места падения. Таким образом, самолет не разорвало на мелкие части. Это значит, что причиной стало невзрывное устройство на борту. Также следов взрывчатого вещества на борту найдено не было. Пока самой удобной для властей версией остается ошибка пилотов и техников. Однозначного мнения относительно авиакатастрофы в Тверской области нет и у обычных россиян. Каждый пятый респондент считает, что российские власти таким способом отомстили Евгению Пригожину за военный мятеж в июне этого года. Об этом говорится в новом социальном опросе исследователей из Левада-центра. Только 14% жителей верят, что за падением бизнес-джета лидеры частной военной компании «Вагнер» стоят западные спецслужбы. Четверть из опрошенных россиян, а именно 26%, считают крушение лайнера... ...вели участившихся налетов дронов на Россию поднять моральный дух украинцев. Прямо пишет Нью-Йорк Таймс. Таким террористическим методом киевский режим пытается показать украинцам, что им есть чем ответить русским. Объяснили газеты американские чиновники. Правительство Германии планирует ежегодно выделять по 5 миллиардов евро на военную поддержку Украине. Продолжаться это будет как минимум до 2027 года, сообщил министр финансов ПРГ Кристиан Линдер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова